Говоря об освящении, мы много внимания уделяли негативному аспекту и забывали о цели. Какова цель Бога, если Он вновь и вновь говорит об освящении в Своем Слове? Друзья, проблемы возникают, когда мы оставляем что-то, но не начинаем что-то новое. Если вы оставляете что-то, если вы оставляете грех, если вы оставляете блуд, если вы выходите из наркотической зависимости, что бы то ни было, мы все оставили что-то. Но если вы от чего-то отказались, важно, чтобы вы нашли что-то лучшее. Мы подчеркиваем важность отделения от чего-то плохого, но не говорим, для чего мы отделились от плохого. Это я оставил, но к чему я приступил? Если я не начну что-то лучшее, у меня всегда будет искушение вернуться в канаву, из которой мне удалось выбраться. Поэтому в этой серии учений я больше хочу говорить не о том, что нельзя, а о том, что нужно делать. Если человек научен делать то, что нужно, он не будет делать то, что нельзя. Но если мы будем говорить лишь о том, что вы уже знаете, вы и так знаете, чего делать нельзя. Вы знаете, когда вы обманываетесь. Вы знаете, что поступаете неправильно, если оказались в постели с женщиной, которая не является вашей женой. Вы прекрасно понимаете, что делаете что-то нехорошее, когда у вас на пальце кольцо, а вы идете на свидание к другой женщине. Вы и так это понимаете. Я вам не нужен, чтобы рассказать вам о том, какие вы нехорошие. Не в этом цели Иисуса Христа. На небесах и так было известно, насколько тяжелой была ситуация. Иисус пришел для того, чтобы показать нам, что делать после того, как мы оставили нечестивый, распущенный образ жизни. И решили пожить благочестиво. В этой серии проповедей я не буду говорить, не пользуйтесь косметикой, не носите короткие юбки. Я сторонник того, чтобы женщина украшала себя. Я сторонник париков. Я не против Мэйбеллин, Макс Фактор и Лориэл. Вы понимаете, что я имею в виду. Я считаю, что вы должны сделать все возможное. Все возможное для того, чтобы украсить рождественскую елку. Вы меня понимаете. Никто не ставит елку без украшений. Повернитесь к сидящему рядом и скажите, украшайте себя. Я никогда не буду проповедовать против этого. Слава Господу. Мы должны понимать, что здравомыслие — это ключ к счастливой жизни. А лицемерие — мерзость перед Господом. Здравомыслие — ключ к жизни. Давайте сегодня опять вспомним о том, что такое освящение и что не является освящением. Сегодня я хочу говорить, какова Божья цель освящения. Прежде всего, мы знаем, что освящение — это отделение. Но я хочу подчеркнуть, что освящение — это отделение для Бога. Мы уже выяснили, что это отделение от греха, отделение от нечестивого мира. Но сегодня я хочу подчеркнуть, что это отделение для Бога. Я хочу нарисовать образ человека, идущего к Богу. Если вы будете уделять больше времени общению и сближению с Богом, тогда вы будете больше думать о праведности, а не о грехе. Мы так часто проповедуем о грехе, что развиваем в человеке греховное сознание. Люди больше думают о грехе, чем о праведности Божьей. Мы больше внимания уделяем тому, что делать нельзя, но у нас не хватает информации о том, что мы должны делать. Я говорю об освящении для Бога. Я говорю об отделении для Бога. Я ищу Бога. Я разрываю нити, связывающие меня с прошлым. Я иду к Богу. И я хочу знать, что мне нужно для того, чтобы приближаться к Богу. Я хочу знать все, что мне нужно, чтобы быть с Богом. Я хочу, чтобы это было моей целью и вашей целью. Итак, освящение — это отделение для Бога. Это также отделение верующего от нечестивых путей, всего нечестивого. Мы это знаем. Это отделение от нечестивых путей, нечестивого поведения. Освящение. Но в центре внимания наше предвижение к Богу. Скажите, я иду к Богу. Освящение — это также процесс. И я обязан подчеркнуть это. Это процесс. И вы не завершите процесс освящения за время вашей жизни на земле. Я хочу, чтобы вы знали. Освящение будет процессом, продолжающимся всю вашу жизнь. Вы должны понимать, что день за днем вы делаете что-то для того, чтобы продолжать приближаться к Богу. И за дня в день вы сталкиваетесь с необходимостью принимать решения, которые будут отделять вас от нечестивого мира, отделять вас для Бога. Это будет процесс. Этот процесс будет всю вашу жизнь. И не нужно истязать себя за то, что вы не завершили процесс освящения сегодня. Освящение — это процесс. Освящение — это действие Божьей благодати, во время чего верующий оставляет грех и решает жить правильно, благочестиво. Вы оставляете греховные привычки и учитесь новому, благочестивому поведению. Важное слово в этом определении — Божья благодать. Верующий может осуществить это только по Божьей благодати. Верующий может осуществить это только по Божьей благодати. Благодать — это незаслуженное расположение. Это незаслуженная, незаработанная любовь, которую проявляет к нам Бог. И не потому, что мы ее заслужили, а потому, что Он очень сильно любит нас. Давайте откроем первое послание Коринфянам, первую главу, стих 29 и 30. Готовы? Читаем. «Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом, от Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением». Давайте подробно разберем 30 стих. Нам нужно его понять. «От Него и вы во Христе Иисусе». Во-первых, я хочу, чтобы вы вспомнили тот день, когда вы родились свыше. «Если бы здесь был Иисус, я мог бы войти в Него». Теперь вы видите Иисуса, но я в Нем. Теперь я из Него выйду. Он стоит там. Теперь я вхожу в Иисуса. Я в Нем, но небеса видят лишь Иисуса. Куда бы Он ни пошел, что бы Он ни делал, что бы Он ни получал от Бога, потому что я в Нем, я тоже получаю это. Я не получал этого вне Его. Я могу обрести мудрость, искупление, праведность, только войдя в Него, потому что Он сделался для меня мудростью. Он сделался для меня праведностью. Вне Иисуса я неправеден. Послушайте меня. Ничто из того, что я когда-либо сделаю в жизни, не может сделать меня праведным перед Богом. Я могу стать праведным перед Богом, только войдя в того единственного, кто лишь один праведен перед Богом. Во Иисуса. Проблема в том, что многие христиане стараются своими делами достичь того, чего достичь самостоятельно не могут. У них больше веры в их дела. Они не верят в то, что Иисус уже сделал для них. Не превозносите свои достижения над достижениями Иисуса. Вы должны верить в то, что совершил Иисус. А вы считаете, что заслужили право войти на небо, так как совершили много добрых дел. Вы поете в хоре, вы служите в группе порядка, вы приносите десятину. Теперь, своими делами, вы заработали право на рай. Но вы не можете попасть в рай своими делами. В рай можно попасть лишь через него. Когда вы предстанете перед воротами, вы должны выглядеть как он. В противном случае вас не впустят. Послушайте, «О, Иисус, вы не можете подойти к воротам со списком ваших достижений». В мире это ценят. Но на небе это не котируется. Иисус есть дверь. Через дверь вы можете войти и выйти. Послушайте меня. Не существует тысячи путей к Богу. Есть лишь один путь к Богу. И этот путь через дверь. И эта дверь – Иисус. Эта дверь – Иисус. А не Мухаммед. Не Будда. Не Харе Кришна. Войти можно лишь через Иисуса. Лишь через Иисуса можно войти на небеса. Остерегайтесь этого мира. Остерегайтесь этого мира. Они скажут вам, что Иисус не может быть единственной дверью. Он единственный путь. Я не могу в это поверить, но и зря. Ну и зря. Я не буду спорить с вами. Есть многое, с чем вы не будете соглашаться до тех пор, пока не предстанете перед Богом. И когда это случится, вы скажете, Крифла Доллар был прав. Иисус действительно единственный путь. Становится очень жарко. О, Иисус! Тогда будет слишком поздно. Если вы умрете, не приняв Христа, вы не будете выглядеть как Он по ту сторону, и вы не получите преимуществ, которые получают те, кто во Христе. У меня есть преимущество, потому что я во Христе. У меня есть мудрость, потому что я в Нем. А Он сделался мудростью. У меня есть Божья праведность, потому что я в Нем. А Он сделался праведностью. Я искуплен, потому что я в Нем. А Он был искуплен. И я освящен, потому что я в Нем. А Он отделился от мира. Я в Нем. Я в Нем. Я в Нем. Я в Нем. Вы это понимаете? Я в Нем. Я в Нем. В Нем двигаюсь. В Нем дышу. В Нем существую. Друзья мои, без Него я ничего не могу. Ничего не могу. И вот где гордыня современного мира. Мне не нужен Иисус. Мне нужны лишь хорошие поступки. Поверьте мне, у вас ждет сюрприз, если вы попадете на небо. Вы удивитесь, не увидев там людей, которые, по вашему мнению, должны быть там. Кто-то однажды сказал мне, на небесах мы увидим вот что. Кто-то скажет, мы уже это слышали. Ну и что, еще раз послушайте. Послушайте еще раз. Первое. Вы оглянетесь и не увидите людей, которые, вы были в этом уверены, что они попадут на небеса. Второе. Вы оглянетесь и увидите некоторых людей. О, вам будет трудно поверить, что они сюда попали. И третье. Вы скажете, Господи Иисус, я здесь. Спасибо. Мы должны задуматься о том, как мы оцениваем людей. Вы смотрите на человека, который впадает в грех, потом поднимается и кается. Потом он опять впадает в грех, поднимается и кается. Вы смотрите на него и говорите, у него ничего не выйдет. Тем самым вы говорите, я не такой. Может быть, вы не такой, но у этого человека есть сильная вера в кровь Иисуса. Он верит, что она омоет его от греха, осветит его. Он не надеется на себя, потому что понимает, что он ничто. Когда он смотрит на свое прошлое, ему становится тошно. Лучше уж смотреть на Иисуса, потому что от себя самого тошнит. А вы, с другой стороны, ничего такого не делаете, и вы гордитесь своим списком добрых дел. Я был первым членом студенческой церкви Колледж Парка. Я пел в хоре. Однажды я даже был дирижером хора. Аллилуйя! За пять лет я ни разу не согрешил, кроме одного случая. Аллилуйя! Я тогда разозлился, потому что в ресторане подали недожаренное мясо. Аллилуйя! Я знаю все нужные церковные слова. Аллилуйя! Слава Богу! Хап-хап! Аллилуйя! Ито! Ребо! Рая! Кандо! Да! И аминь! Да, да, я хожу на все служения. Я знаю всех помазанников Божьих. Да, да, посмотрите на меня. Посмотрите на мои дела. Посмотрите на мои дела. А ты веришь в Иисуса? Да, конечно, но посмотрите на меня. Тебя с твоим великолепным резюме устроят в комнате ожидания. Помните историю в Божьем Слове о грешнике и о фарисее? Грешник не осмыливался даже глаз поднять. Я знаю грехи свои. Я не достоин даже глаз поднять. Я совершил много плохого. Господи, помилуй меня. Я могу лишь молиться Тебе о милости. А фарисей говорил о том, что он приносил десятину, творил добрые дела. Иисус сказал, что этот грешник войдет в Царство Божье прежде этого фарисея. Почему? Потому что право на Божье Царство дается лишь тем, кто верит в кровь Иисуса. Кто верит в Иисуса, а не считает себя праведным из-за своих дел, а считает себя праведным на основании дел Иисуса? Кто не говорит о том, что искуплен, потому что смог силой воли удержаться от каких-то грехов, а благодарит за искупление Иисуса? Если я говорю, что я искуплен через Иисуса, это значит, я искуплен уже сейчас. Я искуплен не на основании своих добрых дел. Искупление через Иисуса действует уже сейчас. Если я искуплен через Иисуса, то я уже сейчас праведность Божья. Если у меня есть мудрость Иисуса, то она есть уже сейчас. Мне не нужно зарабатывать то, что Иисус уже дал мне. Он наш чемпион. Лишь Он может победить грех. Он справился со всеми искушениями. Он не совершил ни одного греха. Он чемпион в тяжелом весе. Победитель греха. Послушайте, Бог говорит, «Из всех вас лишь Он смог сделать это». И Иисус сказал Богу, «Давай договоримся. Я их всех люблю. И ты их тоже любишь. Пусть они войдут на основании моей победы, на основании моего успеха». То есть, если они присоединятся ко мне, ты дашь им то, что даешь мне, потому что они со мной. они смогут пользоваться моим кодом, моим паролем. Они смогут использовать мое имя. У них будет мой дух. И когда они будут молиться во имя мое, ты будешь отвечать им так же, как ответил мне. И когда они будут связывать и развязывать во имя мое, ты будешь относиться к этому так, как если бы это делал я. Аллилуйя. И когда они будут призывать тебя во имя мое, ты услышишь их и ответишь им, словно я призываю тебя. И если они согрешат, ты будешь смотреть на них через мою кровь. Даже если они согрешили и покаялись в своем грехе, ты будешь продолжать видеть их через призму моей крови, словно они и не грешили. Им нужно лишь подняться и продолжать держаться меня. И тогда они будут во мне. И ты никогда не будешь видеть их греха. Вы меня понимаете? Это так важно для понимания того, о чем я говорю. Некоторые могут подумать, похоже, ты говоришь о праве грешить и впредь. Что? Вам не нужно право грешить. Вы грешили без всяких прав. Вы грешили без всяких прав. Без Иисуса мы ничто. Если вывести Иисуса за пределы уравнения, мы станем нулем. Мы заслуживаем ада. Без Иисуса мы заслуживаем... Без Него нету шансов. Нет шансов. Поэтому я так сильно люблю Его. Несмотря на то, что я заслуживаю адских мук, Он говорит мне, «Приди ко мне». Я знаю, что ты совершил. Я знаю твое прошлое. Я знаю, что ты наделал много дурных дел. Но вот я. Прими меня. И я покажу тебе путь, которым должен идти. Освящение. У освящения есть определенные результаты. Я хочу, чтобы вы слушали внимательно. Результат освящения — это святость. или очищение от чувства вины и власти греха. Результат поиска Бога, результат отделения от греха и приближения к Богу — это святость. Это еще одно слово, которое неправильно интерпретируется. Я не понимал разницу между этими словами «освященный» и «святой». Иногда я видел церковь под названием «Церковь освященной святости». А были еще просто «Церкви святости». Вот что такое «святость». И вот что происходит, когда вы освящаетесь для Бога. Что значит быть святым? Освящение — это отделение для Бога и отделение от мирской нечистоты. Но что значит быть святым? Вот четкое и ясное определение слова «святость». «Святость» — это единодушие с Богом. «Святость» — это единомыслие с Богом. «Святость» имеет большее отношение к вашему мышлению, чем к вашему внешнему виду. «Святость» — это когда Бог говорит, что что-то правильно, и вы соглашаетесь с ним. Если Бог говорит, что что-то неправильно, вы соглашаетесь и говорите, что это неправильно. Помните, в книге Исаии, в 55 написано, «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути мои пути, но я даю вам слово Мое. Через Мое Слово вы сможете обрести Мои мысли. Через Мое Слово вы сможете обрести Мои пути». Слово Божье — это инструмент, с помощью которого мы обретаем святость. Вопрос, могу ли я обрести святость без Божьего Слова? Нет, не можете, потому что в Его Слове заключена Его мысль. Слово содержит в себе Его мышление. Он выразил Свои мысли в Своем Слове. Вы когда-нибудь слышали выражение, «Я поделюсь с вами Моими мыслями»? Бог поделился с нами Своими мыслями в Слове. Это не все Его мысли, но та часть, которая необходима нам, это часть Божьих мыслей. Когда мы стремимся к святости и ищем Бога, мы в результате обретаем Божий разум. А это значит, что мой разум будет в согласии с Божьим Словом. Я должен привести свое мышление в соответствие с Божьим мышлением. В чем проблема современного общества? Проблема современного общества в том, что мышление людей я не знаю, как выразиться иначе, окончательно извращено. Люди не умеют мыслить здраво. Если мы не будем бороться с извращенным либерализмом, мы сейчас в таком состоянии. так как допустили, что люди с искаженным мышлением имеют возможность вещать всему миру и формировать мышление целых народов. Формировать извращенное мышление целых народов. Проблема в том, что мы разучились мыслить, мы позволяем телевизионным ток-шоу новостным передачам дядям, которые не знают Бога, двоюродным братьям, которые годами живут в блуде, учить нас правилам жизни. И теперь мы относимся к Библии как к религиозной книге, без смысла. А это было дано нам Творцом для того, чтобы формировать наше мышление. Формировать наше мышление. Знаете, что значит слова Библии? «Молитесь за ваших пасторов и духовных наставников, потому что они пекутся о ваших душах». Они пекутся о чем? О душах. Что значит пекутся о ваших душах? Это значит, они заботятся о том, чтобы вы помышляли только о Божьем Слове. Я пекусь о вашей душе, заботясь о том, чтобы вы правильно мыслили. Вот что это значит. Поэтому я прошу вас молиться за меня, чтобы я хорошо заботился о ваших душах. Освящение. У освящения есть определенные результаты. Я хочу, чтобы вы слушали внимательно. Результат освящения — это святость или очищение от чувства вины и власти греха. Результат поиска Бога, результат отделения от греха и приближения к Богу — это святость. Это еще одно слово, которое неправильно интерпретируется. Я не понимал разницу между этими словами «освященный» и «святой». Иногда я видел церковь под названием «Церковь освященной святости». А были еще просто «Церкви святости». Вот что такое святость. И вот что происходит, когда вы освящаетесь для Бога. Что значит быть святым? Освящение — это отделение для Бога и отделение от мирской нечистоты. Но что значит быть святым? Вот четкое и ясное определение слова «святость». «Святость» — это единодушие с Богом. «Святость» — это единомыслие с Богом. «Святость» имеет больше отношения к вашему мышлению, чем к вашему внешнему виду. «Святость» — это когда Бог говорит, что что-то правильно, и вы соглашаетесь с Ним. Если Бог говорит, что что-то неправильно, вы соглашаетесь и говорите, что это неправильно. Помните, в книге Исаия 55 написано, «Мои мысли — не ваши мысли, не ваши пути — мои пути, но я даю вам Слово Мое. Через Мое Слово вы сможете обрести Мои мысли. «Через Мое Слово вы сможете обрести Мои пути». Слово Божье — это инструмент, с помощью которого мы обретаем святость. Вопрос. «Могу ли я обрести святость без Божьего Слова?» Нет, не можете, потому что в Его Слове заключена Его мысль. Слово содержит в себе Его мышление. Он выразил свои мысли в Своем Слове. Вы когда-нибудь слышали выражение «Я поделюсь с вами своими мыслями»? Бог поделился с нами Своими мыслями в Слове. Это не все Его мысли, но та часть, которая необходима нам. Это часть Божьих мыслей. Когда мы стремимся к святости и ищем Бога, мы в результате обретаем Божий разум. А это значит, что мой разум будет в согласии с Божьим Словом. Я должен привести свое мышление в соответствие с Божьим мышлением. В чем проблема современного общества? Проблема современного общества в том, что мышление людей, я не знаю, как выразиться иначе, мышление окончательно извращено. Люди не умеют мыслить здраво. Если мы не будем бороться с извращенным либерализмом, мы сейчас в таком состоянии, так как допустили, что люди с искаженным мышлением имеют возможность вещать всему миру и формировать мышление целых народов. в том, что люди думают сегодня. мы позволяем телевизионным как к религиозной книге без всякого смысла. А это было дано нам творцом для того, чтобы формировать наше мышление. Знаете, что значит слова Библии? Молитесь за ваших пасторов и духовных наставников, потому что они пекутся в ваших душах. Они пекутся о чем? О душах. Что значит пекутся о ваших душах? Это значит, они заботятся о том, чтобы вы помышляли только о Божьем Слове. Я пекусь о вашей душе, заботясь о том, чтобы вы правильно мыслили. Вот что это значит. Поэтому я прошу вас молиться за меня, чтобы я хорошо справлялся со своей работой, хорошо заботился о ваших душах. Вам будет плохо, если в моей жизни будет столько стрессов, что я не смогу проповедовать. Я буду проповедовать всякую ерунду, лишь бы отделаться от вас, потому что вы действуете мне на нервы. Задумайтесь об этом. Еще несколько лет назад вы бы не увидели по телевидению двух людей в одной постели. Супруги Флинстоны спали на разных кроватях. Луси и Рики спали на разных кроватях. Даже в медовый месяц Джек Эггелес и его жена спали на раздельных кроватях. Бэт и ее муж спали порознь. Ага. Сегодня на экране герои не только лежат в одной постели, но порой трудно догадаться, кто лежит под одеялом. Там могут быть двое мужчин или две женщины. «Скоро на экраны выходит шоу о свингерах». Это когда супружеские пары встречаются друг с другом и меняются партнерами. еще несколько лет назад никто бы не позволил, чтобы такое показывали по телевизору. А есть еще и радио. Когда-то радио было источником музыки. «Я вижу, скоро дождь пойдет». Мир черный, мир белый. Это ночь, когда свет потух в Джорджии. Но теперь в песнях поют о мастурбации, об оральном сексе, о других формах секса, об убийствах, о стрельбе. «Убей свою бабушку», о чем только не поют. Мы думали, что в церкви наши дети в безопасности. Нет. Потому что они приносят это в церковь и дают вашим детям. Ваши дети послушают, дадут другим послушать. А потом, когда вас нет рядом, они зажигают. А вы думаете, они узнали об этом на уроке по Библии? На уроке по Библии они учились танцевать. Я уже не говорю о фильме про мальчика-каратиста. Что случилось? Произошло извращение мышления. Люди разучились здраво мыслить. Почему? Потому что никто больше не читает Библию. Люди говорят, эта книга устарела. Библия устарела. Люди теперь говорят, что институт брака отжил свое. Он устарел. Возможно, в ваше время он был необходим. Но сейчас мы живем иначе. Библия говорит, я Бог. И я вчера, сегодня и вовек тот же. Так почему он не меняется, а это меняется? Институт брака продолжает действовать. Вы должны понять. Вы должны понять, что Бог не зря установил институт брака. Он знает боль и последствия, которые бывают тогда, когда человек не вступает в брак, но занимается тем, чем заниматься имеют право только люди, состоящие друг с другом в браке. Он знает, как больно, когда человек заражается половым путем и заболевает. Он знает, как больно, когда женщина беременеет вне брака, а парень решает не брать ее в жены, и ей приходится в одиночку растить ребенка. А папочка в этот момент где-то в другом месте и делает то же самое с другой. Он знает, как больно, когда человеку кажется, что его использовали и выбросили, вместо того, чтобы любить и заботиться. Он не для этого создал людей. Он создал институт брака, святой союз одного мужчины и одной женщины. Вот так мы и должны мыслить, но мир утверждает. Но мир утверждает, что у нас должна быть свобода. Вы должны быть свободны спать с тем, с кем вам угодно. Вы можете свободно пробовать любые извращения с тем, с кем вам угодно. Даже песня такая есть «Мое право делать то, что я хочу». Да, так все и начинается. И вы тоже начинаете думать, «Да, это мое право». Вы не видите, что происходит. Вас совратили. Вас обманули. И вы даже не понимаете этого. Каждое последующее поколение все больше и больше принижало значение Библии. Наше мышление извратилось. А потом мы пытаемся все исправить и идем к психологу. А ведь он не верит в Божье Слово. И ваше мышление остается извращенным. Мы разучились мыслить. Мы разучились мыслить в соответствии с Божьим Словом. Мы не мыслим так, как должны мыслить. В соответствии с тем первоначальным планом, который определил для нас Бог. То есть в соответствии с Божьим Словом. И теперь, когда я так проповедую, они говорят, что со мной что-то не так. Я иду вслед за Богом, я не меняюсь. Я буду держаться этого. Я буду мыслить в соответствии с Божьим Словом. Мы успешно воспитали поколение детей, которые не умеют принимать решения, потому что их мышление противоречит Божьему Слову. Их мышление противоречит Божьему Слову. Поздравляю вас! Теперь вы делаете то, что хотите. Поздравляю! Вы игнорировали Божье Слово. Вы ставили его на второе место, откладывали его в сторону, не хотели его слышать, относились к церкви как к клубу. И если нам что-то не нравилось, в проповеди пастора переходили в церковь на другой стороне улицы. И если там не нравилось, вы переходили в третью. Никакой верности, никакой преданности. Поздравляю! Теперь у нас беременеют восьмилетки. Поздравляю! Теперь у нас шестилетки смотрят порнофильмы. Поздравляю! А потом они создадут свои семьи и продолжат цикл. Итак, мы подготовим соответствующую среду для Антихриста, который думает, что будет править и властвовать. Но у меня для вас новости. На этой планете остались верующие. У меня есть для вас новости. Здесь еще есть святость. Здесь еще есть люди, которые будут мыслить, в соответствии с Божьим Словом. Я не хочу быть святым. Я хочу быть собой. У меня нет времени думать о Боге. Подумай о Боге, когда состарюсь. все не так безнадежно. Все еще можно изменить. Церковь может быть самой мощной силой в этой стране, если мы объединимся и научимся мыслить правильно. Чем старше я становлюсь, тем больше понимаю, что у меня нет времени на глупости. Мир в сердце самая большая ценность для меня, и я защищаю его всеми силами. Для другого нет времени. святость, единомыслие с Богом. Пастор, почему вы так много времени говорите об этом? Потому что это подводит вас к тому, что показал мне Бог. Он так любит меня, что стремится помочь мне осветить себя. Но почему результат освящения святости? Но я не могу достичь святости без его слова. Мне нужно погрузиться в Божье Слово. Мне нужно читать его, слушать, половина населения этой страны не читают эту книгу. Но тем не менее, в судах мы клянемся на этой книге. Объясните, почему так происходит? Вот что я увидел. Почему Бог желает, чтобы я отделил себя для Него? Почему Он хочет, чтобы я привел свое мышление в соответствии с Его мышлением? Он хочет, чтобы вы были очищены от чувства вины. От чувства вины и власти греха. Знаете, что такое власть греха? Это чувство вины. Знаете, что такое власть греха? Это чувство вины. Запишите, грех делает человека трусом. Знаете, кто такой трус? Трус — это человек, который может знать свои права, но не пользоваться ими из-за сильного осуждения. Он считает себя недостойным этих прав. грех производит чувство вины. Невозможно принимать Божью любовь, когда ваша совесть страдает от чувства вины. Вы не можете принять силу Божьей любви и силу Божьей веры, если вы испытываете угрызение совести, чувствуете вину. Бог говорит вам, «Я хочу, чтобы вы отделились от греха, потому что грех порождает чувство вины и осуждения. Вы теряете уверенность в моей любви, уверенность в моем слове, уверенность в моих обетованиях. Разве я могу что-то сделать в вашей жизни, когда враг стоит на пути ваших прав и твердит вам, что вы недостойны, твердит вам, что вы не имеете права на исцеление, твердит вам, что вы не можете быть свободны от греха, твердит вам, что вы не можете стать успешным человеком, твердит вам, что вы не можете преодолеть трудные времена. Он постоянно напоминает вам о ваших ошибках. Постоянно напоминает вам о том, где вы споткнулись. Он постоянно напоминает вам о том, что вы забеременели вне брака. Он постоянно напоминает вам о том, что вы совершили прелюбодеяние. Он постоянно напоминает вам о ваших ошибках. И всякий раз, когда Бог хочет совершить что-то в вашей жизни, вы поднимаете свои руки в вере. Чувство вины заставляет вас опустить руки. И вдруг меня осенило Вот почему ты хочешь, чтобы я был свят Ради тебя, Бог Ведь ты не сможешь помочь мне, если я буду находиться под гнётом вины Сегодня этот зал наполнен тысячами христиан Которые испытывают угрызения совести Это люди, испытывающие чувство вины Которые ценой неимоверных усилий приходят в церковь каждое воскресенье Стараясь заглушить эту боль И всё потому, что мы не понимаем силу крови Христа Которая способна очистить нас от любой нечистоты Чтобы мы могли продолжать строить близкие отношения с Богом Бог говорит, я могу исцелить тебя А вы отвечаете, но я не достоин Бог говорит, я могу дать тебе избавление Но я всё ещё помню, что я сделал три недели назад Я не достоин этого Но вы не понимаете, что вы никогда не были достойны Вы никогда не заслуживали Сами по себе вы ничего не заслуживаете Но когда вы вошли в Иисуса Вы получили право на все обетования, которые когда-либо давал Бог Теперь вы в Иисусе А значит, вы заслуживаете исцеления Вы заслуживаете быть праведностью Божьей Вы заслуживаете преуспевания Вы заслуживаете быть головой и не хвостом Вы заслуживаете лучшей жизни Вы заслуживаете не потому, что вы такой хороший, а благодаря Иисусу Освятите себя, войдя в Иисуса Освободитесь от чувства вины и осуждения Чтобы я мог прийти И показать вам свою любовь Нам мешал не дьявол Нам мешало чувство вины Бог не может Не может ответить на молитву виновного человека Он не может исцелить виновного человека Он не может сделать преуспевающим человека Который не избавился от вины и осуждения за прошлые поступки Решение этой проблемы — освящение Освящение Войдите в Иисуса Он — ваше освящение Отделите себя от чувства вины и осуждения Знаете, на что осмеливался апостол Павел? Знаете, на что осмеливался апостол Павел? До того, как он стал апостолом Его звали Саввл Знаете, что совершил Саввл? Он был повинен в смерти тысяч христиан Саввл ненавидел христиан А потом он встретил Господа по дороге в Дамаск Этот человек, погубивший стоки христиан Написал в Новом Завете больше книг, чем кто-либо другой Он убивал христиан И когда ему сказали «Это тот, кто повинен в гибели многих братьев» Знаете, что он ответил? Я не сделал зла никому Что? Когда я прочитал эти слова, я подумал «Ну и мастер же ты врать» Нет, вы не понимаете Тот, кто совершал эти злодеяния Умер по дороге в Дамаск А апостол Павел вошел в Иисуса Небеса не видят в нем Савва А видят Иисуса Павел теперь в Иисусе Павел теперь в Иисусе Я верю в то, во что верил Павел У меня нет чувства вины Я не сделал зла никому Теперь и вы можете сказать «Я никому не сделал зла» Теперь я в Иисусе Тот, о ком вы говорите, умер по дороге в Дамаск Я свободен от чувства вины Свободен от стыда От осуждения Людям так тяжело согласиться с этим Потому что им очень трудно понять Божью любовь Которая стремится дать человеку все Что она может дать ему Мы настаиваем на том Чтобы мы все делали по-своему Наше мышление Не хочет приходить в соответствии с его мышлением А это значит, что наши пути Не будут его путями до тех пор Пока наше мышление не придет в соответствии с его словом Простите себя ради Бога Ради Бога не воскрешайте того Что произошло 20 лет назад 10 лет назад 5 лет назад 3 недели назад В завершение позвольте мне прочитать один стих Откройте книгу Исаии 43 главу Вы получаете что-то Я знаю, что я много кричу и много хожу по сцене Но я люблю эту церковь Я не смотрю на вас через то, кто вы есть Я смотрю на вас через Иисуса Я смотрю на вас через Иисуса И вы выглядите просто прекрасно сегодня Слушайте Исайя 48 Я знаю, что я изменил главу Нет-нет-нет Давайте вернемся к 43 главе Исаии 43 24 стих Нет, начнем с 25 Я Я сам И сглаживаю преступления твои ради себя самого И грехов твоих не помяну Повторите за мной Бог Не помянет Грехов моих Если Бог их не вспоминает Зачем мы вспоминаем их? Послушайте Припомни мне Станем судиться Говори ты Чтоб оправдаться Вот что говорит Бог Я сотру ваши грехи из своей памяти В моей памяти нет записи о ваших грехах Я сделаю это ради себя Он говорит Вот что я сделаю Я сотру в своей памяти все записи О твоих грехах Я сотру все записи о твоих грехах А потом давай судиться. Я хочу, чтобы ты сказал мне только то, что ты хочешь, чтобы я помнил о тебе. Я не буду помнить твоих грехов. Что ты хочешь, чтобы я помнил о тебе? Я голова, я не хвост. Запомню. Я помазан. Хорошо, я запомню. Я благословен. Буду помнить. Я всегда побеждаю. Запомню. Всякий раз, думая о тебе, я буду вспоминать именно это. У вас есть возможность сказать Богу все то, что вы хотите, чтобы Он помнил о вас. А чувство вины возникает у вас потому, что вы думаете, что Бог до сих пор помнит ту глупость, которую вы совершили в прошлом. А Бог говорит, нет, я это стер. Что ты хочешь, чтобы я помнил о тебе? Я буду помнить то, что ты скажешь сам о себе. Вот поэтому Павел не сказал, что он убийца. Павел говорит, я хочу, чтобы Бог помнил обо мне, что я никому не сделал зла. А что вы хотите, чтобы он помнил о вас? Дело в том, что если у вас не будет уверенности, Божье Слово работать не будет. Сатана нападает прежде всего из-за вашей неуверенности. Он хочет, чтобы мы жили под гнетом чувства вины за наше прошлое. Друзья мои, прошлое осталось в прошлом. Выйдем из прошлого и пойдем в будущее. Бог ждет нас в будущем. И решение для вас — это освящение. Отделитесь для меня. Выйдите из мира ко мне. Все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Давайте склоним голову и закроем глаза. Пожалуйста, не ходите по залу. Готовьтесь посеять услышанную вами проповедь. Вы не только готовитесь посеять в услышанную вами проповедь, вы также готовитесь посеять семя в свою жизнь, веря, что оно прорастет, и вы увидите результаты услышанного. Есть сила в том, когда, получив пищу духовную, вы можете вернуть нечто материальное. Я, как слуга Божий, дал духовное семя вашим сердцам. Оно вошло в ваши уши, в вашу жизнь. И из ваших сердец прорастет жизнь, которая была посеяна сегодня. И ваши пожертвования станут удобрением для этого духовного семени.